Это наверное поздние какие-то советы. А какая цена? А сколько стоит? Ну это царизм. Российская империя. Более редкая разновидность. Номинал вверху. Две копейки. Сколько денег такая стоит, как думаешь? Ну тоже достаточно интересная. Да, да, влогеры. Снимаем. Это не советы. Это Китай. А Китай он же магазинный. Масонский тип орла. Как оценить эту книжечку? Это штамп же личный. То есть человек себе коллекционер изготавливал штамп. Итак, друзья, сегодня уже второй день барахолки в воскресенье. Давайте сравним, чем же отличается день субботы от воскресенья. В прошлый раз я был пораньше, сейчас немножко попозже. Хотя гляньте, ну людей немерено, просто немерено. То есть люди пришли торговаться, люди пришли покупать себе антиквариат. И сейчас, собственно, прогуляемся, посмотрим, какой товар есть. Может быть, что-то сразу приобретем у ребят, потому что эта тема, эта тема интересна. Вот, может быть, кто-то новенький, у кого, кто вчера не стоял, я сегодня что-то приобретел. Сегодня я записываю выпуск не сам, а я с гостем. Это Алекс Аверс канал. Ссылочку на него я оставлю в описании. Твоя тема, я знаю, это монеты, монеты. Какие монеты? Совершенно верно. Вот в данном случае мы можем показать и ограничить, скажем так, периметр интересов. Но это царизм, Российская империя. Вот это мне интересно. В данном случае здесь медных монет очень много, их большое количество. Огромное количество номиналов, разновидностей, но, конечно же, состояние. Все они, скажем так, почти в коллекционном состоянии. Они, вижу, спатина, да, и лев высокий. Ну, это все Капанино на самом деле. Это Капанино, вот, кстати, делал я у себя на канале обзор интересных таких сочетаний перечеканов. Нет, сейчас... Поддеть другую монетку. Да, сейчас я попробую. Делал, друзья, понравился вам обзор. Вот покажу здесь. Это не перечекан, просто более редкая разновидность. Разновидность номинал вверху, 2 копейки. Это у нас Елизавета, потому что год 758. Какая цена вот такой монеты приблизительно, вот, чтобы люди так сориентировались, насколько интересна вещь? Порядка 10 условных единиц, плюс-минус. Ну, это у нас, в другой стране. В России, я думаю, подороже все. У нас это Украина, да, в России там может быть и 20 условных единиц, может быть 15. Ну, только могут возникнуть проблемы с транспортировкой иногда таких монет. Ни в коем случае, более многие сейчас, да, говорят, следите за этим, не поддавайтесь. Кстати, недавно видел новость в новостях Виолити по поводу того, что, ребята, будьте внимательны, старайтесь не вывозить такие вещи. Больше 50 лет это уже... Совершенно верно, и не отсылать, и не отправлять. Да, все соблюдайте. Могут и конфисковать, и вопросы. УК данной страны, в которой вы живете. Это двоечка кольцевичок, год здесь редкий достаточно, третий основной... Что это двоечка? Пардон, это пятикопеечка, да, да, кольцевик, я хотел сказать. Думаю, о втором годе, второй частый, а вот третий более редкий год. Это кольцевик. Видишь, но не какая-то то ли такая... Это коррозия. Коррозия побила, то есть ее ни в коем случае нельзя чистить, потому что все вылезет. Ну, уже ее почистили, и уже все как бы подорвалось. Все раковины, которые были, они подорваны. Тем более, тут еще механическое какое-то воздействие было вот здесь. То есть это не просто коррозия, вот на солнце очень хорошо видно. Больше того, еще вот... Шнуровой гурт, и его вообще не видно. Шнуровой. Да. Ну, монета... Затертая. Не то, что деформирована. Она деформирована даже на гурте. Очень хорошо деформирована и корродирована. То есть у нее агрессивная следа была... Или что она ранилась, да, в земле. Самая серьезная, наверное, которая может быть. Вот ее очень испортило. Ну, просто это все равно, она остается монетой, остается кольцевичком. Кольцевичком из-за вот этих полосочек. Сколько денег такая стоит, как думаешь? Ну, в таком состоянии она стоит достаточно немного, я думаю. Там от 20 до 30 условных единиц. Может быть отдадут дешевле даже. Учитывая состояние. Ну, плюс ходить на такие барахолки в чем? Что можно, наверное, поторговаться прям наживо, подержать монетку, показать. Безусловно. Посмотреть. Прикоснуться к истории, увидеть то, что ты в музее в магазине не купишь. Да, в музее вам не дадут потрогать. Пощупать нельзя. Здесь это можно сделать. Что пройдет на эту двушку? Двойка, это Павла. Хороший номинал, интересный. Ну, опять же, хочется поговорить о состоянии. Да, корона хоть и видна, но все поле повреждено коррозией. Повреждено. Номинал сохранился более-менее. А здесь, конечно, грустная ситуация. Сколько денег такая? Я думаю, от пяти условных единиц до восьми, например, не больше. Больше за нее. Ну, это грубо просить, скажем так. Что еще твоему взгляду вот так вот? Что понравилось, да? Да. Ну, вот деньга симпатичная. Такая, она немножко асимметричная заготовка, то есть не диаметр круга чуть-чуть наружен. Она вот такая, как бы это даже не выкус, а такая форма именно, форма заготовки. Немножко не про чеканцев. Хотя высокий рельеф довольно-таки. Да. Реверса, да? Аверс у нас, подожди, аверс на этих монетах, там где... Ну, в любом случае, если нет портрета, да, это аверс. Аверс – это, друзья, то, что обращено к портрету или к гербу и так далее. Вот в данном случае это герб. Аверс? Да. Как в украинских монетах. Аверс – там где Украина, и герб. Совершенно верно, да. А это реверс. Ну, если бы мы нашли с портретами что-то здесь есть? Портретное. Какой-нибудь портрет. Вот портрет, я вижу, что-то монетка. Ну, это то ли Древний Рим, не знаю, не моя тема. Здесь аверс, собственно, у нас мы видим здесь. Ну, конечно, да. Аверс – там где персонаж. Да, здесь реверс. А тут история какая-то, да, или что-то? Это легенда, да, вот здесь она по окружности монеты. Кстати, видишь, с аверсами здесь и нет других. Да нет, ну, вот, допустим, это можно брать, естественно, вот у нас аверс представлен всадником Георгием. Это душечка Елизаветы, 761 год. Тоже достаточно интересная, ну, все такое, даже так, бытового. Вот неплохая, кстати, да, пятерочка. Это у нас масон, друзья. Сегодня у меня утром был, кстати, в обзоре рубль, масон, 1829-й, вы видели, это пятерка. Тоже достаточно интересная. Ага, класс. Годы правления 1825-й, это Николай Первый. Сколько стоит такая, как думаешь? В таком состоянии, подозреваю, 7-10 условных единиц. 7-10, да. Можем спросить у продавца за кадром. Александр, сколько стоит подобный пятачок вот у вас? Не подобный, а вот этот именно. Ну, я говорил, 7-150, ну, это чуть, этот, 6 с копейками, даже чуть меньше 6. Ну, красиво, кстати. Крылья, я таких не видел, кстати, аверсов именно. Это масонский тип орла, крылья опущены вниз. Вот, в Российской империи этот период, там, в меде с 1831 по 1839. Слушай, ну, я думаю, ну, может быть, приобрести что-нибудь себе, так, раз мы здесь снимаем на этом лоточке. Как думаешь, взять такого, если необычное? Если у тебя нет за такую цену, а Саня нам еще подвинется, да? 100 каких-нибудь 40 гривен, и он ваш, верно? Все. Ребятки, гляньте, видите, раз мы пришли, будем приобретать, кстати, я думаю, все... Да, Алексею с обновкой, причем рельеф вот перьев на крыльях очень неплохой достаточно. Ну, если вот рекомендовать что-то в ценовом диапазоне, да, лучшее, наверное, здесь мы... Ну, сложно нам будет найти, чем эта монета. За эти деньги, да? Да. Ага, я думаю, в принципе, если люди что-то увы, отлично, сейчас заберем. Отложили, да. Отлично. Я думаю, если кто-то что-то заметил, кому нравится какая-то монетка, ну, можно и написать, но единственное, что эта монета не очень дорогие, да, то есть можно... Доступные. Доступные, да. Пишите или Лёше, или... Да, пишите в комментариях, подскажем, где найти конкретно эти монеты. Да, продавца. Да, где найти продавца. Окей. Здравствуйте. Влогеры, да? Влогеры. Да, да, влогеры. Снимаем. И трамвайчики. А это что за тема? Как называется вообще коллекционирование... Медалей? Медал. Модель, игрушки. Ну, коллекционирование трамвая темы такой нет. Я думаю, я не встречал. Или кто скажет, что это не так, напишите Лёше в комментариях. Коллекционирование... Да, это к модели, это все равно масштабная модель. Один масштаб вот здесь указан, 1,87. А в этой теме как тебе? Есть что-то из коллекции у тебя, может, на канале ты отделал обзор? Моделей много, да. У меня плейлисты есть по игрушкам, там много всяких машин советских, А как на них формируется цена? Она такая, ну, конечно, от состояния, да, да, ценообразование. Я не могу сказать, потому что это не советы. Ага. Это Китай, а Китай, он же магазинный. Ну, а какая цена? Какой доллар? Такая цена на товар. Вот так формируется китайская цена. Отлично, спасибо. Я шикарные пуговицы хотелось бы. Я когда-то делал обзоры на них. Замечательные вообще вещи у Сани. Они периодически пополняются, исчезают, что-то появляется новое. Самая большая, не побоюсь, вот в такой на видеопространстве самая большая коллекция. И что взять? Как думаешь, что самое редкое? Как думаешь, что визуально глянуть? Да, вот либо себе, либо ты сказал, ой, вот это редкая вещь. Ну, опять же, вот смотри, обращаю внимание, масонский тип орла. Что такое масонский тип орла? А как это? Вот сейчас сто процентов не могу дать характеристику, потому что сам до конца еще не разобрался. Просто масон и масон, все нумизматы знают, что это масон. Крылья вниз, все, есть медные, серебряные, желтые монеты. Желтые это золото. Класс. И есть, как мы видим, друзья, пулковицы. Классные. Отлично. Вот, вот это тоже масон. Сколько он стоит, кстати, Александр? 150. Это тоже. И вот с позолотой тоже 150, красавец. Они тоже представлены, скажем так, скромным диапазоном в истории Российской империи. Потому что это 31-й. Ну, в желтых монетах он, по-моему, чуть-чуть раньше. А в меди он всего-навсего 8 лет представлен. А какие тиражи? Вот как понять редкость вот таких вот, например, пуговиц? Конечно. Это к продавцу давайте. Это флебутанистика, да, по-моему, пуговицы? Филобунистика. Филобунистика. Вот, пожалуйста, ваше слово, Александр. Ваш выход. Тиражи. Сколько людей было в гарнизоне, столько пуговицы шлепали, да? Ну, так. Если не вдаваться в подробности. Окей. Сейчас тогда забираем монетку и идем дальше. Сахарница советская. Пробу, это 875-ка, но надо понимать. Вот, видишь, да? Звезда. Звезда, то есть это период после 1958 года. Ну, скажем так, это, наверное, поздние какие-то советы. А какая цена? То есть тут граммовно, наверное, зависит, да? Сколько тут? Такая, ну, допустим, серебро, еще из позолоты. Вот это остатки позолоты. Там легла патина уже. Ну, серебряная она проступает на позолоту. Она ее, конечно же, перекрывает. Поэтому она имеет немножко такое неравномерное, скажем, покрытие вот этого поля позолоченного. В данном состоянии вообще серебряное изделие, там где-то от одной условной единицы. Но маленький изъян, вот здесь, здесь, вмятинка, да? То есть нарушена геометрия немножко, это минус. И вот какое-то пятно, ну, непонятного происхождения. Я думаю, что это или терли, или какой-то кислотой пробовали. Ну, чтобы серебро проверяли, возможно. Да, газа бросается. И по деньгам без веса мы не сориентируемся, да? Конечно, ну, на вес, там, грамм 80, может быть, 90 даже. Может быть, и больше. То есть за нее вообще могут просить вот одного до полутора условной единицы. За грамм, да? Для всех, да. Это для тех подгород, брату. Информация, чтобы сейчас в рубли, в гривны не переводить. Так, общий. Класс. Ну, симпатичная. Капрель, Дануц, франческая, ремень, отчет царский. Стоять, да? Да, 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 я понял, согласен. Нет, есть год, все, нет? Да, 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 сейчас найдем. Библиотечные всякие у нас эти надписи, штампы. То есть он погулял по библиотекам, скажем так, союзным. Москва, книгоиздательство «Заря». Ну, думаю, при царизме не был. Хотя, хотя могу ошибаться. «Заря». Ну, такое название, мне кажется, коммунистическое. Конечно, вот и я о том же. «Заря». Так, а где там был? Хотя все, не знаю, может быть, тут облок. Нет, все говорит о том, что это... Цена 35 копеек. Да, это царское издание, текст снять, книга издательства «Заря». То есть, да, да, да. Как оценить эту книжечку? Ну, сложно сказать. Какие-то там 5-10 условных единиц можно, наверное, попросить. Из домашней библиотеки, смотрите, Лукина Михаила Федоровича. Он очень интересный, инвентаризационный номер 35. Вот этот интересный, да. Да, это штамп же личный, то есть человек себе, коллекционер, изготавливал штамп, нумеровал свои книги, да. Вы разбираете сейчас? Конечно, а как же. Ну, а что мы даром сюда хоть? Вот. Ну, само по себе издание... Сколько можно? Ну, вы как думаете? Ну, вот как? Без реставрации? Сколько вы просили бы? Я тебе вести. Ну, вы правильно просите, но дадут, я думаю, 100-150 в пределах. Ну, 150, а? А, 150, кому надо, забирайте, но не я. Ребята, давайте посмотрим, кто что приобрел сегодня. Итак, мою монетку вы уже видели, только что взял, как говорится, масона, как говорят нумеризматы, коллекционеры. Шикарно, шикарно, не то что масона, бомба. Мы сравнивали просто с Мишей, снимали дальше материал, а он двоечку брал во внимание. Она капонина, едина, слабая очень. Здесь масон шикарный. То есть, это можно назвать инвестиционной монетой. Почему? Ну, перспектива, потенциал у нее есть. То есть, Леша за нее отдал, грубо говоря, 5 условных единиц. Ну, я бы ее ценил, если бы продавал 8 условных единиц, сразу же и дали бы. Окей. То есть, какие у кого еще покупки, да? Да, вот Миша, да. Миша. Миша. Я взял часы восток. Это ученик Эльдара, да? Да, да, да. Эльдар, ну, мои браво, поздравления, классная покупка у вашего ученика. Получается часы восток, 18 камней, красный циферблат, в отличном состоянии, обслуженный мастером, тикает на ходу. Хороший задний вид, красивенький. Взял за 161 евро. А как ты думаешь, за сколько можно продать их? Здесь вся такая вопрос. А секундная стрелка родная? Не думали об этом пока, да? Ну, да. По-моему, да, потому что она выбивается из этого. Либо часовая и минутная не родная, либо секундная не родная, потому что цифры соответствуют как раз секундной по цвету. Ага, то есть вот эти две стрелки могли быть... Да, а в разнобой, ну, я могу ошибаться, или там часовщики поправят. Напишите в комментариях, ребят, как вы думаете, какие стрелки родные и которые не родные? Либо это все родные? Ага. Окей. Дальше, что еще? Ну, вот такую монету. О, Алекса, что? Покажу вам. Это 10 копеек 1860 года. Чем она ценна? Кто увлекается нумизматикой, поймет, что это особый тип орла. Это немножко необычный. Ну, вот такая есть характеристика в некоторых кругах. Худуэрю. Он необычный. И гурт здесь пунктирный. И проба здесь 750. То есть это не белонная, да, вот крупная слюн. Это пунктирный гурт. То есть достаточно интересная и редкая монета. Класс. Вот такой переходной он всего-навсего в 59-м и в 60-м. В 58-м совершенно другой, в 61-м совершенно другой тип орла. Два года всего-навсего у этого орла. Ну, там номиналы от 5, по-моему, до 25 копеек. Да и пол... Нет, полтина там уже, наверное, так не считается, как особый тип орла. Класс. Сколько денег? Денег? Так где-то 15, наверное. А может быть дороже, чуть-чуть, не помню. Ага, ага. Супер. И Патина есть такая родная. Да, родная Патина. Все приятно увидеть. Класс. Что-то еще у кого-то? Или пока все, что можно показать? Пожалуй, все. Друзья, ну видите, заканчивается у нас пока барахолка. Боянист или... Это Броуфкин, он с 48-го года. А сколько стоит? Это военный, кто? Это с 1500. Ага. Так. Венин тоже, он 2400 продает, 2 миллиона, вот этот воскресенье. Ого. А это Броуфкин, а это Броуфкин. И сколько стоят такие? Они по 600 гривен. Ага. А что еще такое пореже, поинтереснее может быть есть? Да я же говорю, что тут все вот это, малые тиражи. Это Европа, это Куса.